МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. И вот некоторая тема этого выпуска. Вместо кареты скорой помощи строительная тачка. Новые подробности в истории беременной женщины из села Хушет Сумадинского района. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заболеть, еще не успев родиться. В последние две недели отмечается заметный рост заболеваемости ковид-19 среди беременных женщин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь к знаниям с препятствиями. Родители 5-й гимназии Кизелюрта требуют построить переход через железную дорогу, но пока им приходится надеяться на внимательность своих детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учеба без парт, книг и компьютеров. В селе Миколит Сумадинского района год назад полностью сгорела местная школа, но новую строить пока так и не начали. О том, где и как проходят у детей уроки, смотрите через несколько минут. Сгорел гараж с автомобилем. ЧП произошло накануне на улице Красина в Кизляре. На место вызова незамедлительно были высланы силы и средства городской пожарно-спасательной части. Возгорание было оперативно ликвидировано, жертв и пострадавших нет. В соседних гараже и рядом стоящий частный дом также не пострадали. Причина пожара выясняется. С больницы домой на строительной каталке. Новые подробности в истории беременной женщины из села Хушет Сумадинского района. Напомним, пару недель назад в сети интернет распространилось видео, где мужчины несли женщину в больницу на носилках. Недавно ее выписали из больницы и сельчанам вновь пришлось доставлять ее назад по узкой тропе, но уже на строительной тачке. Напомню, Минтранс Республики, комментируя ситуацию, обещал, что в этом году планируется начать строительные работы на участке протяженностью 13 километров от Верхнего Хваршини до села Хушет. В полицию заявление о краже рекламного баннера стоимостью в 25 тысяч рублей обратилась владелец салона красоты. По камерам видеонаблюдения, правоохранителям удалось установить приметы подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый махачкалинец. Украденное было обнаружено на металлобазе, куда мужчина привез его и сдал за 2500 рублей. Полицейские задержали его и доставили в отдел. Мужчина сознался в содеянном, и, по его словам, ему срочно требовались деньги на решение семейных проблем. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как мы сообщали ранее, в республику поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей от 12 до 18 лет. Всего регион получил чуть более 3000 доз, которые уже распределены в детские поликлиники городов и районов Дагестана. Главврач Карбудахкенской центральной больницы уже привил свою дочь препаратом «Спутник-М». Напомним, что вакцинация осуществляется детям только при письменном согласии родителей и после осмотра врача. Так как много детей болеют в нашей школе, они посещают много детей, моя дочка пришла, подошла ко мне и попросила меня о вакцинации. Вот мы сегодня, как открыватели первого вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, будет получать моя дочка Гералова Фатима Расулова. Сейчас мы вместе пройдем, посмотрим, как проводят вакцинацию, какой порядок проведения вакцинации. Я решила вакцинироваться, потому что в нашей школе очень много больных детей. Так как некоторые классы даже отправили в дистанционное обучение, я решила вакцинироваться, потому что я не хочу болеть и я не хочу пропускать школу и свои любимые занятия. В последние две недели отмечается заметный рост заболеваемости COVID-19 среди беременных женщин. Как отмечают врачи, к сожалению, вирус нередко приводит к тяжелым последствиям, а в ряде случаев даже к летальному исходу. В красной зоне Республиканского перинатального центра наша съемочная группа пообщалась с будущими мамами и врачами. Слово Асиль Манаповой. Всего коронавирусом в республике переболело 2268 беременных. В большинстве случаев клиника болезни сопровождалась развитием пневмонии различной степени тяжести. Причем частота заболеваемости женщин в положении в 2021 году возросла в два раза по сравнению с 2020 годом. Соответственно, в два раза увеличилась и смертность от нее в этой группе пациентов. В отделении реанимации у нас женщина от Курбановой мера 1994 года с КТ-поражением КТ-3 более 60% поражения. Пациентка находится у нас на высокопоточной оксигенации с большой концентрацией подачи гислорода 51-55%. Пациентке мы прокапали таргетную терапию, также пациентка получает гормональную терапию, внутривенное введение гепарина. За время функционирования этого корпуса у нас пациентов очень много, у которых поражение было свыше 60-70%, даже 90%. Несмотря на то, что нам удается помогать им, несмотря на то, что они идут на высокопоточную оксигенацию, не в азинной вентиляции, также были случаи интубации трахеи, мы уже в данный момент смотрим на жизнь не ребенка, а чтобы сохранить жизнь матери. Потому что крайне тяжелая ситуация, приходится и провести таргетную терапию, приходится провести и срочные экстренные роды, чтобы защитить мать. И медики, и те, кто перенес коронавирусные инфекции, что называется на собственном опыте, в один голос рекомендуют недооценивать опасности пройти вакцинацию, либо ду планированной беременности, либо в сроке после 22 недель гистации. Я родила девочку. У меня, конечно, я очень нервничала, плакала, потому что я не думала, что вот так быстро меня могут забрать, аквилировать. Заведушая очень прекрасный человек, я очень рада, что я сюда попалась. Я обращаюсь к всем беременным женщинам. Я не берегла себя как-то, не пила лекарства, так как я была беременна, боялась, но очень пожалела, что не вакцинировалась. Я вот, например, всем рекомендую, и сама бы так же сделала, если бы понимала, что я могу зацепить, соответственно, я бы привилась бы раньше, чтобы во время беременности не принимать такое большое количество лекарств, которые все равно наносят какой-то вред ребенку, соответственно. Потому что вы можете находиться со здоровым человеком, а можете, соответственно, и с больным человеком, который без симптома это проходит. Вы можете и не знать того, что человек рядом с вами может болеть. Поэтому рекомендую всем привиться и сохранить свое здоровье и здоровье родных и близких. Я попала очень тяжело. На 32-й день меня попали мальчик. Девочки, прерывайтесь, если не хотите заболеть, так же, как и я. Очень тяжело переходило. У меня эти 40-го, тяжело дышать. Сейчас волей-менее. Как отмечают медики, вакцинация абсолютно безопасна для матери и будущего ребенка. Наоборот, спасает дитя от влияния вредных лекарственных препаратов и последствий вирусной инвазии. За последние две недели отмечается резкий рост заболеваемости. У нас есть тяжелые случаи заболеваемости ковидом. Несмотря на то, что мы минимизируем препараты, которые используем при беременности, приходится принимать даже таргентную терапию у беременных, несмотря на противопоказания. За 2021 год у нас не было ни одного тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией у привитых женщин. Если ранее в ковид-отделении у нас наблюдалось около 30 женщин, то сейчас их более 60. Большая просьба соблюдать масочный режим и не посещать общественные места. Асильма на поводу от Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Более 10 тысяч медработников получили волонтерскую помощь. Добровольцы и представители регионального бизнеса поддержали акции у главы Республики Сергея Меликова по доставке горячего питания и фруктов медиков из Красной зоны. Продуктовую помощь уже оказали шести медицинским учреждениям. Акция продлится до 21 февраля. Миннас Республики предупредил дагестанских паломников, совершающих малые хаджи, о высоких штрафах за нарушение масочного режима в Саудовской Аравии. Сумма штрафа в переводе на рубли составляет 20 тысяч и облагается даже при спущенной маске. За повторное нарушение сумма штрафа эквивалента 60 тысячам рублей, а за трещие – 100 тысячам. Несколько наших соотечественников уже попали под эти штрафы, сообщает пресс-служба ведомства. В Дербенте проводится работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. К ним относятся платежные терминалы, кофе-автоматы, силомеры-боксеры. Как сообщили в мэрии города, на сегодняшний день административно-технической инспекции было демонтировано более 60 платежных терминалов, 20 кофе-автоматов и 12 силомеров-боксеров. Хочу поблагодарить владельцев данных аппаратов, которые отнеслись к демонтажу с пониманием. Административно-техническая инспекция администрации городского округа города Дербент и дальше будет проводить работу по освобождению незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Детям нужен переход. Такое требование выдвинули родители учеников 5-й гимназии города Кизелюрт. Здесь ежедневно более 500 школьников вынуждены ходить на учебу, минуя все преграды и переходя железнодорожный переезд в непредназначенном для этого месте. И родителям, отправляя своего ребенка в школу, остается надеяться на его внимательность. С проблемой ознакомился наш корреспондент Карим Даниев. Жители поселка Новый Сулак обеспокоены. По дороге в школу детям приходится преодолевать небезопасный участок пути по железнодорожным рельсам. Пешеходный переход здесь не оборудован, а любая ошибка или невнимательность со стороны ребенка может привести к трагедии. Поезда здесь курсируют с высокой частотой, а опасные прецеденты уже случались. Те, которые живут на той стороне, постоянно переходят здесь. И в магазин, и в детские сады, и в школы дети, и родители. Раньше здесь чуть лучше была дорога и настилку. Теперь ее тоже нет. Много детей переходит здесь? Да, да. Много, конечно, там столько улиц перегона, Чапаева. Ну, где-то 500-600 человек. Да. И здесь же 3-4 улицы еще. Они с той стороны переходят сюда и отсюда идут. А давно эта проблема существует? Да. Сколько лет? Сколько я знаю, сколько я работаю. Я и учитель. Ну, лет 40 с лишним. Сколько лет назад мальчик переходил сверху состава и, видимо, рюкзаком зацепился за этот. И долго лежал в больнице. Ему пересадку делали. Ну, слава богу, выжил. И так каждый день. Родители на свой страх и риск отправляют детей в школу с надеждой, что их чадо будет внимателен при переходе через железнодорожные пути. С просьбой обратить внимание на их проблему жители поселка обратились в Общероссийский народный фронт. А они, в свою очередь, сегодня провели выездное мероприятие с участием специалистов железной дороги. Создана комиссия. Приехали представители РЖД, администрации города, руководство школы, родительский комитет. И при этом мы обсуждали самую такую проблему. Пришли к одному мнению, что на данной территории представители РЖД нам обещают совместно с представителями администрации города поставить пешеходный переход и дорожку, также освещение. Надеемся, что в ближайшее время будет данная проблема снята, что наши дети, дети ближайших улиц, сел, будут спокойно переходить по данной дороге в школу и в садики. Данный вопрос взят на рассмотрение. Специалисты РЖД идут навстречу жителям поселка Новый Сулак и совместно с администрацией планируют оборудовать полноценный пешеходный переход. Ну а сроки выполнения работ пока остаются под вопросом. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизелюрд, поселок Новый Сулак. А вот детям из высокогорного аула Миколи Цунтинского района не нужны ни пешеходный переход, ни дорога, так как здесь даже нет школы. Ее полностью уничтожил пожар, который случился год назад. Прошло 12 месяцев, но новую здесь еще даже не начали строить. Однако образовательный процесс не стоит на месте. Занятия проводятся в двух домах местных жителей. Но этих помещений недостаточно. Ребятам приходится учиться в две смены. Кроме того, здесь не хватает учебников, нет ни одной интерактивной доски и компьютеров для изучения информатики тоже нет. О спортзале и актовом зале, и столовой говорить даже не приходится. В Минобре республики объяснили это тем, что строительство новой школы – процесс долгий. И он завис на первом же этапе. Администрация района год назад готовила документы на земельный участок для будущей школы. Прокуратура Дагестана организовала проверку о затягивании строительства новой школы, из-за чего дети вынуждены учиться в жилых помещениях. С 3 по 6 февраля в некоторых районах Махачкалы ожидается перебои с водой. Об этом сообщила городская единая дежурно-диспетчерская служба. Подача воды будет прекращена в связи с проведением работ по реконструкции одного из участков канала имени Октябрьской революции с главного сооружения Кора в Кизелюрте. Отключение коснулся поселков Шамхал и Ленинкент, а также махачкалинских районов Вузовское, Каспийское и Хушетское озеро. Герои сегодняшнего дня. Именно так назвали в соцсетях неравнодушных жителей Дербента, которые самостоятельно взялись за ремонт дорог и мостов в городе. Ночью несколько мужчин взяли в руки ведра с бетонным раствором, шпатили и заделали ямы. Хватит на всех. Площадь рисовых полей в Дагестане увеличилась почти на 9 тысяч гектаров за последние три года и теперь составляет порядка 26 тысяч гектаров. На расширение полей за три года было потрачено 119 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Миссельхозпрода Республики. За прошлый год регион обновил исторический рекорд по сбору урожая риса и он составил почти 120 тысяч тонн. Высокое качество крупы позволяет Дагестану успешно идти на международный и внутренний экспорт. В Дагестанском гуманитарном институте открыли Центр исторических исследований. Мероприятие посетили видные государственные и научные деятели республики, представители органов власти и образовательных организаций. Центр, по словам преподавателей, будет интересен не только студентам-теологам. Из тысячи человек, обучающихся в ДГИ, посещать лекции нового центра будут также будущие журналисты и лингвисты. В отличие от других центров развития истории Дагестана, России, наш элемент, изюминка это в том, что мы на базе этого центра будем развивать и историю ислама в Дагестане, и историю ислама в России. Наша цель объединить исторические школы нашего края, которые занимаются, историей нашего края, сделать такую площадку, на котором историки разных направлений могли бы сотрудничать. Личность Димама Шамиля, вхождение в состав России и неделимость по национальному признаку это одни из первых тем, запланированных на будущий семестр в новом центре. История последних 1400 лет Дагестана связана с исламом. Ислам так или иначе, он влиял на политическую, общественную и культурную жизнь наших народов. Поэтому без исследований развития, распространения истории ислама в Дагестане это невозможно говорить вообще об истории нашего края и о будущем нашего края. В связи с этим, одним из первых мероприятий будет посвящено великому имаму, имаму Шамилю, великому предводителю Кавказа и Горцева. Посвящено этой дате, дате его приуроченных, дате его к смерти. Она отмечается 4 февраля. Но есть мнение многих историков, что эта дата неверна, что она позже. И поэтому мы хотим на этом в ближайшее время, в ближайшие, можно сказать, недели, в этом месяце сделать круглый столб. У нас есть тенденция разрывать историю по национальным этническим квартирам. Зачастую в благосфере, в социальных сетях возникают споры иногда. Хорошо, если не просто диспуты научные, но зачастую они переходят уже в бытовые конфликты по поводу истории своих народов Дагестана. Каждый старается тянуть ее на свою сторону. Мы хотим здесь, на этой площадке центра, привести к общему знаменателю, насколько это возможно в исторической науке. И еще к общему знаменателю, как к дагестанскому развитию истории дагестанских народов, так и к знаменателю к общей российской истории. Так как вхождение в состав России было, мы знаем, было очень трагичным. Она была конфликтной. Как сказал великий поэт Руслан Гамзатов, мы добровольно не входили, но вторая праздник, мы добровольно не выйдем. Почему же так получилось, что мы добровольно не выйдем? Что у нас навсегда объединилось с нашей великой родиной, Россией? Вот это тоже один из интересов развития центра. Это тоже вот этот вопрос. И о спорте. Боец ММА Магомед Исмаилов свой следующий поединок проведет по правилам бокса. Соперником известного бойца ММА станет опытный нигереец Алан Реваджо Дурадола. Об этом дагестанский спортсмен сообщил на своей странице в Инстаграм, выложив промо-ролик предстоящего боя. Поединок состоится 25 февраля в Москве в рамках ивента на РЕН-ТВ. Магомед Исмаилов в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда потерпел досрочное поражение в реванше с Владимиром Минеевым. Для него этот бой будет дебютным по правилам бокса. Дурадола имеет за плечами 45 поединков, в 36 из них он одержал победы. Дюдоис Мансур Исаев стал лауреатом народной премии «Светлое будущее» в Челябинске. Мероприятие проходило в рамках Дня образования Челябинской области. Триумфатор Олимпиады 2012 года в Лондоне в числе девяти лауреатов удостоен главной награды. Статуэтки «Кентавр с цветком в груди» – это работа знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Мансур Исаев, выходец из города Кизелюрд, своих главных успехов в спорте он добился, тренируясь и выступая за Челябинскую область. Смотрите нас также на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. У меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!